Всем привет! В данном видео мы отойдем с вами от прохождения игры и затронем, мне кажется, весьма интересную тему. В самом начале я надыбал способ, как раздобыть, разжиться средствами, кредитами. Мне это помогло стартануть. Сразу смог себе приобрести шахтера. Но довольно длительное и долгое время я разбирался с шахтером, как его настроить, чтобы он автоматически собирал руду и сам же потом летел ее продавал, ворачивался и по новой собирал. По большей части он набирал трюм и на этом вся его автоматизация заканчивалась. Решил я поделиться с вами наработанным опытом и помочь сохранить вам время. Мы купим с вами одного шахтера. У меня есть на карте место, предгодное для добычи. И автоматизируем его. Он разочек добудет у нас нужную нам руду и продаст. Ну что, начнем. Итак, с чем же были трудности? Ну, первое, когда вы появляетесь, у вас открыт только один сектор и больше ничего не открыто. Поначалу шахтеры работают внутри системы и продают добытые минералы внутри системы. То есть летать в другую систему они не могут. Ну и естественно внутри открытой зоны то, что вы уже открыли. Если у вас, к примеру, открыт сектор и в этом секторе есть минералы, но некуда их продавать, нету торговой станции или нету, допустим, какой-нибудь перерабатывающего завода, который принимает этот минерал, шахтер продавать его не будет. Вот. Ну, вкратце, значит, так. Покупаете шахтера, открываете там, ну, для начала хотя бы полностью систему Черное Солнце 5, Черное Солнце 4. То есть здесь есть торговая станция. Рядом есть еще система с тремя секторами. Большая биржа. То есть там тоже есть торговая станция. Если вы сюда запустите шахтера, он будет автоматически добывать руду и продавать на станцию. Можете запустить шахтера на второй контакт 2. Это то, что вот все рядом с вашей стартовой точкой. И в данном секторе запустить ему добычу кремния. Кремния дешевле, чем невидиум, но я вот здесь запустил два шахтера. Они оба работают, потому что спрос на него выше. То есть как вам будет интереснее, что вам ближе по душе, так сказать. Итак, давайте возьмем одного шахтера и настроим его на автодобычу. Для начала шахтеров мы покупаем в порту купить корабль класс М. Бур-агрессор, шахтер, минералы. Ну и так как у меня с ними уже отношения более тепло складываются, он мне обойдется несколько дешевле. Но я надеюсь. Так, стандарт. Где же 800? 874 тысячи. Я на нем сильно экономить не буду, пусть он на стандарте и стоит. Не нужна нам зорница в данном случае. И десантники тут тоже не нужны. А вот обслуживающий персонал, но я рекомендую ставить девяточку. Шахтер с полным экипажем, куда отзывчивее, быстрее собирает минералы, быстрее передвигается по полю. Но это сугубо моим наблюдением. Может у вас какие-то свои наблюдения, если что, пишите в комментариях. Итак, нажимаем добавить в корзину, подтвердить заказ. Пошла стройка, 3 минуты. Ну а пока он строится, еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание. Чем больше вы будете исследовать и открывать территории, тем проще вам будет настроить автоматизацию. Будь то шахтеры, будь то торговые корабли. Итак, привезли нам все необходимое на порт. Пошла стройка, строится наш бур. Итак, вот он наш бур, выбираем его. И летим в наш сектор. Здесь у меня черное солнце. Система свободная. Еще раз обращаю внимание, у нас есть поле с минералами, где мы будем добывать необходимые нам минералы. И есть внутри системы станция, куда можно продать добытое. Запрашиваю разрешение на ступовку. Также можно посмотреть, какие здесь еще комплексы есть, что они принимают. То есть есть заводы по переработке руды, есть заводы по переработке кремния. Ну и, соответственно, если завод стоит также внутри системы, то есть система это скопление секторов, да, то, соответственно, бур будет автоматически продавать на эти заводы добытые минералы. Так, ну что, бур у нас выбранный. Заходим во вкладку информация. Здесь вверху у нас есть информация, экипаж, комплектация и поведение. Нажимаем на поведение. Здесь, где у нас поведение по умолчанию, выбираем оставаться на месте по умолчанию стоит, но нам нужно поставить его в секторную автодобычу. Здесь у нас появляются еще активные окошки. Первое окошко, это что он будет добывать. Так как у нас это минералы, он может добывать 4 товара. Кремний, лед, невидиум и руда. Это самый дорогой невидиум. На втором месте кремний. И совсем копейки лед и руда стоят. Поэтому здесь есть невидиум. То есть вот у меня стоит здесь исследовательский зонт. То есть мы видим, что здесь есть невидиум. И наш бур может его здесь добывать. Поэтому выбираем невидиум. И выбираем, в каком месте он будет у нас. То есть опять же, ставите сектор. То есть вот он у нас сектор. Прямо сюда его и поставим. Но нажимаем принять. То есть, но выбрав сектор, у вас выбирается полностью вся система, в котором находится этот сектор. Все. Наш шахтер полетел на добычу минералов. Вход в систему. Второй контакт. Вход в систему. Черное солнце. Так, мы прилетели в систему черное солнце. Мы прилетели в сектор черное солнце 4, куда мы его назначили. Он у нас летит. Вот загорелась иконка у него. Летит добывать назначенные минералы. Субтитры создавал DimaTorzok После того, как он забьет себе трюм, он полетит на ближайшее место, куда можно продать содержимое трюма. В данном случае это у нас будет Аргонская торговая станция. Они закупают невидимым. То есть им необходим невидимым, поэтому он смело туда полетит его продавать. Так, друзья, бур наш заполнил трем. И летит наш бур продавать. Давайте сейчас удостоверимся, что он продал и вернулся обратно на добычу. Опа! Продал он у нас. Добавилось там почти полмиллиона. Так происходит отстыковка. И он должен полететь обратно на добычу. Да, все верно. Итак, друзья, купил я еще один бур, шахтер. Мы его настроили. Он полностью автономно, автоматически работает. Собирает необходимый минерал. В данном случае это невидим. После того, как он полностью собрал полный трюм, летит на станцию, продает. Отлично. Надеюсь, ролик был полезен. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok